Жители Фокина отказываются платить за непредоставленные коммунальные услуги. Однако сделать это на законных основаниях, как оказалось, непросто. Далеко не все заявления на перерасчет в случае отсутствия отопления или горячего водоснабжения оказываются удовлетворенными. Именно с такой ситуацией столкнулись жители одного из подъездов дома номер 15 по улице Комсомольской. Несмотря на двухнедельное отсутствие отопления, счета Примтеплоэнерго за этот период пришли на 100% оплату. С просьбой помочь разобраться в этом вопросе жильцы обратились в редакцию Тихоокеанского телевидения. За комментариями мы обратились к руководителю обслуживающей компании «Вертикаль», в ведении которой находится этот дом. Руководитель управляющей компании «Вертикаль» Алексей Селезнев подтвердил при встрече факт, изложенный в обращении жителей, проживающих в доме номер 15 по улице Комсомольской. Действительно, в течение двух недель в доме велись ремонтные работы по замене труб отопления и тепло в квартиры жителей не поступало. Заявления на перерасчет от граждан в обслуживающей компании были приняты. Однако дальнейшее решение вопроса, как оказалось, находится в ведении руководства Примтеплоэнерго, компании, предоставляющей населению нашей территории услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Основанием для перерасчета является обращение или заявление гражданина. Составляется акт об отсутствии коммунальной услуги. Это так передается в филиал Примтеплоэнерго. И на основании акта Примтеплоэнерго обязана сделать перерасчет. По Комсомольской 15 составлен соответствующий акт представителями «Вертикали». Приглашали для составления акта представителя Примтеплоэнерго. Соответственно, он не явился. То есть акт мы составили в одностороннем порядке. И передали его сопроводительным письмом руководству Примтеплоэнерго, чтобы они приняли решение о перерасчете. На сегодняшний день все эти бумаги находятся в партизанске у директора филиала на рассмотрении. То есть я думаю, что в ближайшее время будет принято решение о перерасчете. Ситуация, в которой оказались жители пятиэтажки, не частный случай. Многие фокинцы в течение отопительного сезона сталкиваются с подобными сложностями, когда в их домах ведутся ремонтные работы отопительной системы или параметры теплоносителей не соответствуют нормативным. В соответствии с действующим законодательством во всех этих случаях жильцы многоквартирных домов имеют право не оплачивать непредоставленные им коммунальные услуги. На сегодняшний день нормы проживания в квартире говорят о том, что в квартире должно быть плюс 18 градусов, в угловых квартирах плюс 20. Если в помещениях меньше температуры, значит человек должен обратиться в управляющую компанию, написать заявление, указать, когда он сможет быть дома, чтобы представители управляющей компании совместно с представителями «Примтеплоэнерго», если они соизволят, конечно, прийти, составили акт об отсутствии коммунальной какой-то услуги. И на основании этого акта должны сделать перерасчет. Подобным же образом имеют право поступать жильцы в случае, когда горячая вода в их квартирах недостаточно горяча. Норма температуры горячего водоснабжения в квартире 55 градусов. Если у кого-то в квартире температура горячей воды не соответствует 55 градусам, то есть то же самое. Человек пишет заявление, проходит по этому адресу, делают замеры, составляют так и потом направляются в «Примтеплоэнерго». Вместе с тем, по заверению Алексея Селезнева, сделать это мирным путем удается нечасто. Реальный шанс на своевременный перерасчет и даже получение денежной компенсации за моральный ущерб имеют лишь граждане, обратившиеся в суд. Могу привести пример. Попостникова, 14, по прошлому году «Примтеплоэнерго» не сделала перерасчет. На основании тех документов, которые нами были составлены, жители обратились в суд. И по решению суда, есть такое уже решение суда, оно у нас на руках, суд обязал «Примтеплоэнерго» сделать перерасчет на ту сумму, которая была выставлена. И плюс еще, значит, «Примтеплоэнерго» понесло убытки, это, значит, моральный вред, который жителям был причинен, ну, услуги адвоката и прочее. То есть, получается, что «Примтеплоэнерго» в два раза заплатила больше, чем заплатила бы, сделав перерасчет. Вместе с тем, до последнего времени все попытки руководства, обслуживающих компаний городского округа наладить конструктивный диалог с дирекцией «Примтеплоэнерго» успехом не увенчались. Не удалось и нам получить у представителей теплообеспечивающей компании комментарии по данному вопросу. Процесс взаимодействия с «Примтеплоэнерго», с руководством, очень тяжелый, и все это идет очень тяжело на сегодняшний день. То есть, мы видим полное непонимание со стороны руководства «Примтеплоэнерго». На сегодняшний день те акты, которые мы отправили в адрес руководства «Примтеплоэнерго», обратно мы ответа еще пока не получили. До сих пор на сегодняшний день протокол разногласий к договору, который нам был представлен, тоже еще руководством «Примтеплоэнерго» не рассмотрен. Ну, претензионная работа как бы проводится, она началась, поэтому я так думаю, что все-таки мы решим этот вопрос. С перерасчетами по недопоставке или же там, где были произведены, производились какие-то ремонтные работы, и люди просто не получали эту услугу. Опыт прошлого отопительного сезона показывает, что эти надежды руководители обслуживающих компаний все же имеют под собой основания. По большинству представленных в Дирекцию «Примтеплоэнерго» на исполнение актов, перерасчет был произведен. Правда, в ряде случаев лишь по завершении отопительного сезона, что, впрочем, по словам главного инженера вертикали, не противоречит статьям действующего законодательства.